Телеканал КРТ представляет Я ощущаю себя человеком, который занимается очень интересным делом для себя и для миллионов других людей. Человеком, который исследует человеческие души, глубоко ныряет туда и пытается достать оттуда самое светлое, интересное и познавательное, которое может пригодиться опять-таки миллионам людей. Для меня журналист это не человек, который закончил университет, факультет журналистики, которого обучали зачастую люди, которые не достигли в журналистике никаких успехов. Для меня журналист это образ жизни, это кругозор, это желание обнять и объять вселенную, чем я и занимаюсь. Поэтому, конечно, я считаю себя журналистом. Но не только я. Уверен в этом. И вот, как вы знаете, в 2014-2015 году непростая ситуация была в Украине и против журналистов начались серьезные репрессии. И таким образом попали в тюрьму и Руслан Кацаба, и Василий Муравицкий, и Павел Волков, и много других, и я в том числе, с коллегой Евгением Тимониным. И мы, когда сидели в СИЗО, я думаю, что не только я, а и все мои коллеги-журналисты, у них вот был всегда вопрос в голове, постоянно крутился. А где же журналистская солидарность? Почему журналистское сообщество просто молчит на эти темы и не поднимает вопрос, что журналисты сидят в тюрьмах? Ведь такого раньше не было, а тут просто массово. Люди просто берут и сажают в тюрьму за их журналистскую деятельность, аргументируя это борьбой с Путиным, сепаратизмом и так далее. Вот где ваша была журналистская солидарность, когда мы находились в тюрьме в 2015-2016-2017 год? Вы лично находились в тюрьме? Да. А за что? Можете рассказать? 820 дней и СБУшники мне пришли и сказали, что мол, ты три дня же в Донецке был летом, 2014-го года. Мы же туда ездили как журналисты, снимали, что там происходит, взяли официально билет на поезд, официально на поезде приехали. Мы не думали тогда, что это какое-то супер правонарушение, но СБУшники решили, что за три дня я набрал штат телеканала Новороссия. Я обучил этот штат, я настроил программное обеспечение на весь телеканал, я настроил каким-то образом эфирное обещание, и мы запустили эфир. Правда, эфир, как бы в принципе существование канала Новороссия уже было гораздо позже того, как я оттуда уехал. Но это же не остановило людей, потому что моя журналистская деятельность, она же очень мешала Порошенко. Мы вышли в общественный совет Министерства информационной политики, начинали критиковать Кума Порошенко-Стетя, потому что он же возглавил новосозданное министерство. Начали работать, чтобы показать, как журналисты разжигают межнациональную рознь у нас в Украине, потому что и ТСН, и много других телеканалов, Пятый в том числе, очень активно этим занимались. И вот после всего этого, понятное дело, в СБУ решили, что мы очень неудобно на свободе, и нас решили закрыть в тюрьму. Вы знаете, чтобы что-либо сказать по вам и по вашему делу, мне нужно быть человеком юридически подкованным, я им не являюсь. И мне нужно хотя бы, не будучи человеком юридически подкованным, посмотреть материалы дела. Я не могу так просто сказать, это будет непрофессионально и неправильно с моей стороны. И это, безусловно, верно. И вот если вот даже анализировать чисто, вот евродепутатам, которые написали письмо с требованием, чтобы мы нас освободили, им, они тоже не сильно там большие эксперты в юриспруденции, журналистам, многим, кстати, там, Шари, там, Страна ЮА, Вести и так далее, им почему-то не мешало все это дело, вот, как-то проанализировать, посмотреть. Они постоянно упоминали и про меня, и про моих коллег, которые находились в тюрьме. Но почему-то, вот, я не мог понять, когда вот в тюрьме смотрел телевизор и видел, как вы выступаете там на разных телеканалах, я не мог понять, а почему вы не сказали ни слова в нашу защиту тогда? Что вот помешало вам проявить журналистскую солидарность? Вы знаете, я вам могу только повторить еще раз, во-первых, о том, что вы сидели персонально, вы, я узнал только что от вас. Я правду говорю, я не знал. Ну, а про Руслана Кацабу, про Василия Муравьевского, там уже «Эмнести Интернационного» по него писал. Про Руслана Кацабу знал, знал. Про остальных не знал ни про кого. Про вас не знал, вас увидел сегодня впервые, не знал вашей фамилии, не знал, что вы сидели. Ваш сайт писал об этих новостях, это есть на вашем сайте, Гордон. Давайте отделим мой сайт от меня, потому что сайт на самом деле не мой. Сайт Гордон, я являюсь его учредителем и основателем, но главный редактор сайта Олеся Бацман, которая занимается сайтом, я никогда не имел к нему отношения в плане знакомства даже с журналистами. Я являюсь читателем сайта исключительно, я никогда не вмешивался в политику сайта. Понятно. Ну, получается, 2014-2015 год, вы просто не знали, что проходит репрессия против журналистов? Я могу повторить то, что я сказал. Я знал, что сидит Руслан Кацаба, знал. Насчет вас и еще фамилии вы назвали, я только сейчас от вас слышу. И для того, чтобы давать оценку какую-либо, нужно быть а. юристом, б. нужно видеть материалы. Если бы я видел материалы, я бы что-то мог сказать. Время было очень непростое и очень печальное. Это время, когда руководство Украины, пронизанное агентурой Российской Федерации, сдавало Путину украинскую территорию и предавало Украину. И тогда очень тяжело было понять, кто на какой стороне и кто где. Скажу вам правду. Мало того, и сейчас очень тяжело это понять. Где друг, а где враг. Очень тяжело. Если проанализировать журналистские стандарты международные, там прямо открытым текстом пишут, что одна из основных задач журналиста – это способствовать миру. Когда начался конфликт на Донбассе, многие журналисты открыто разжигали войну. Некоторые призывали убить несколько миллионов населения на Донбассе. Некоторые рассказывали, что там только бандиты, террористы и так далее. Колорадо и много-много таких названий, которые расчеловечивают оппонентов и делают из них врагов. И, как опять же несложно догадаться, почему-то про журналистские стандарты они забыли. А вот как вы считаете, вам удалось в этом конфликте как-то повлиять, чтобы у нас все-таки этот конфликт исчез? Смотрите, первое. Я не считаю это конфликтом. Я считаю это войной. Это не внутриукраинский конфликт. Это не гражданская война. Это нападение Российской Федерации на суверенное государство Украину. Вы откуда родом? С Киева. С Киева. Вот смотрите. Вы же не будете отрицать, что Украина является суверенным государством? Я верю нашей Конституции. Прекрасно. Вы же не будете отрицать, что в 2014 году Российская Федерация аннексировала, украла Украины ее, часть ее территории Крым? Это факт. Вы же не будете отрицать, что в 2014 году Российская Федерация пришла на Донбасс и развязала там кровавое побоище? Вот понимаете, в чем дело. Все хорошо. И если вы тоже будете соглашаться с фактами. Потому что если проанализировать, сколько украинцев воюют и с нашей стороны, и со стороны неподконтрольных территорий, то вот просто банальная математика, сейчас даже вот просто цифры. И оттуда, и оттуда гибнут конкретно украинцы в 99% случаев. Конечно. И говорить о том, что, условно, вторжение России и так далее на Донбассе, оно, конечно, можно. Но это, знаете, немножко некорректно. Потому что если вот продолжать эту логику, тогда у нас, получается, в Ливии прямо сейчас воюют Франция с Италией и Турцией. Потому что в Йемене у нас воюют сейчас Саудовская Аравия с Ираном. В Сирии у нас воюют сейчас Соединенные Штаты Америки с Российской Федерацией. Вот я уже нащупал точку нашего разногласия. Я вам сейчас ее озвучу. Попробуйте. То, что сегодня на Донбассе есть два корпуса, так называемых ДНР и ЛНР, примерно по 15 тысяч человек, состоящие преимущественно из граждан Украины, я не отрицаю. А скажите, пожалуйста, они что, сами начали воевать против украинцев? Или российские войска пришли туда вместе с вооружениями все эти годы, снабжают их инструкторами, вооружением и осуществляют непосредственное командование этими корпусами? Замечательно. Тогда если продолжать эту логику, получается, Украины как субъекта давно нет. Потому что со стороны неподконтрольных территорий это Российская Федерация, которая обеспечивает дипломатическое, финансовое и вооруженную составляющую, вооруженную компоненту. А с украинской стороны нам помогают Соединенные Штаты и Евросоюз. А мы просто территория, на которой идет конфликт этих геополитических игроков. В том, точно такой же конфликт, как в Сирии, в Ливии и так далее. Просто там интенсивность гораздо выше, потому что там действительно задействована серьезная военная техника, авиация и так далее. А у нас нет, у нас просто низкая интенсивность этого конфликта. И этим глупо, как бы, не признавать это и просто нужно осознавать. Вы видели мое интервью с Гиркиным? Конечно. Прекрасно. Полковник ФСБ России, только-только уволившийся, типа, в запас. Нет, так и никто не отрицает, что там спецслужа работала в Российской Федерации. Вместе с группой других специалистов, в кавычках, из ФСБ и ГРУ, с огромным количеством оружия, переходит через границу суверенного государства Украины. Вы знаете, сколько... Минуя российскую и украинскую таможни и пограничников, вы же прекрасно знаете, сколько у нас... Это кто, я сделал или россияне кто? Ну, опять же, если продолжать вашу же логику, со стороны неподконтрольных территорий воюют представители спецслужеб, там, спецназов и так далее Российской Федерации. Но с нашей стороны точно так же воюют американцы, канадцы. Там, недавно он эстонца убили и так далее. И здесь как бы нету ничего нового. Это обыденный современный конфликт. Кто начал эту войну? Вопрос. Кто ее начал? Украинцы с украинцами или россияне? Главный вопрос. Если верить вашей логике, то Соединенные Штаты Америки с Россией. Какие Соединенные Штаты Америки? О чем вы говорите? Где они? Я их не вижу. Где Соединенные Штаты Америки? Если вы их не видите, я думаю, что здесь очень внимательно. Надо переслушать пленки Порошенко с Байденом. И там как раз очень видно, где они конкретно. Потому что контролировать фигуру генерального прокурора в Украине могут только те люди, которые заинтересованы в полном контроле нашей страны. И это как бы факты. Переслушайте пленки Порошенко с Путиным. Там более ясно все. Мой совет. Я бы захотел просто к Порошенко и Путину чуть позже подойти. Дмитрий, у меня вопрос. Кто пришел сюда на территорию суверенной Украины? Американцы, марсиане или россияне? У меня вопрос. Кто отжал Крым? У меня вопрос. Россияне. Россияне. Есть. Значит сюда пришли россияне. Мы согласны с этим? Конечно. Точно так же, как и американцы на Явровский полигон и в Очагах. Где американцы, участвующие в боях? Где американцы, переходящие границу суверенного государства, отжимающие территории? Наши ребята погибали на нашей территории, защищая свою территорию, свою землю от рук россиян. Мы говорим об одном и том же, только разными словами. Если вот мы объективно посмотрим на ситуацию, то у нас конфликт с участием третьих стран. И это глупо отрицать. Дмитрий. Или вы не согласны? У нас была наша страна. Очень разная. Очень разная. Восток, юг, север, запад, центр. Разная. И это ее плюс, что она разная. Но когда у нас произошла беда, когда президент сбежал из страны, кто зашел на территорию Крыма? Американцы или россияне? Это первый шаг. Там россияне были, у них там база была. Кто зашел, чьи были зеленые человечки, что признал Путин? Специальные силы, специальных операций. Это все понятно. То есть не американцы пришли? Вообще все понятно. Не американцы? Да. Россияне? Конечно. Так, первый шаг, они отжали Крым. Они вторглись на территорию независимой страны и отжали часть территории. Россияне. А скажите, пожалуйста, дальше они пошли. План Новороссия, вы знаете, в чем заключался? Вы знаете, я не читал его. А я читал. А я читал. Я ознакомился с протоколами допросов, доставленных сюда из Луганска и Донецка, лидеров российских представителей, я вам сейчас скажу даже так, российских резидентов, которых доставили с оккупированных территорий в том числе. Я думаю, чтобы удостовериться в их подлинности, нужно подождать лет 50, пока откроют архивы. И которые показали. И Путин дал сигнал, он официально это заявил. Они сказали, что должно было быть создано государство Новороссии в составе Херсонской, Николаевской областей Крыма. Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Одесской. Девять областей, включая Крым. Это должно было быть государство Новороссии. Это американцы делали или россияне? Я не знаю. А я знаю. Поэтому и говорю. Это были не американцы. Вы уверены, что это они не делали? Да, уверен, абсолютно. Это Владимир Владимирович подтверждает. Это были не американцы. Я почему-то таких заявлений не видел, чтобы Путин... А вы посмотрите в интернете... ...выходил и на карте показывал где-то Новороссии. Интервью Путина, который говорил о государстве Новороссии. И который говорил о том, что женщины и дети пойдут впереди. Посмотрите. Это познавательно. Поэтому, когда я слышу, что это американцы воюют с россиянами, мне становится смешно. Американцы проморгали ситуацию с Крымом, просрали ее. И европейцы просто просрали. Потому что они докладывали ЦРУ своим руководителям в Америке, что отжатия Крыма не будет, потому что полевые госпитали российские не подошли туда. Это показать полное непонимание ситуации. Они думают по-американски, что раз полевых госпиталей нет, значит боевых действий не будет. А русские клали на полевые госпитали. Они идут в атаку. Полевые госпитали вообще не подходят никуда. Со времен Второй мировой войны. Вы заявляли очень часто в своих эфирах, что ненавидите Путина за то, что он сделал с вашей страной. Абсолютно. А вы точно так же ненавидите Кравчука за то, что он развалил вашу страну, потому что тогда Советский Союз был вашей страной. А сейчас получается, что вы не доведите Путина и Порошенко. Кравчука очень люблю и уважаю. А как так получилось? Объясню. Советский Союз был фальшивой, плохой страной, осуществлявшей геноцид собственного населения. За время существования Советского Союза... Извините, если просто брать статистику, сколько жило в Украине тогда и сколько сейчас, на самом деле сейчас геноцид происходит, потому что население сокращается. Сколько вам лет? Тридцать четыре. Вы жили при Советском Союзе? Немножко. А я жил. Я работал в архивах открытых СБУ. Они назывались архивы КГБ СССР. КГБ Украинской СССР. Сейчас архивы СБУ. Открытые до 91-го года. За время существования Советского Союза был осуществлен геноцид собственного населения. Подожди, я не могу понять. Были убиты миллионы людей. Как можно осуществлять геноцид, если население растет? И как можно называть демократическим процветанием, когда население падает? Что вы? Население падало. Я сейчас говорю, до 91-го года 52 миллиона. И после. Нет. Я сейчас про Советский Союз, а теперь про Украину. Сейчас расскажу. Сначала про Советский Союз. В течение, давайте, с 17-го года по 91-й, это получается 74 года существования Советского Союза. То есть так геноцидили, что население постоянно растет? Существлен геноцид собственного населения, в результате которого миллионы людей были убиты. Убиты. А население при этом росло. Я не закончил. Высланы и дискриминированы. 1917-1920 год, гражданская война. Около 9 миллионов погибших. 32-й, 33-й, 7-8 миллионов погибших в голод, голодом уморили своих людей на плодородных землях. Ну это вообще отдельная тема для разбирательства. Подонки. 37-й, 39-й, несколько миллионов сосланы и убиты за несогласие с советской властью. Так а как тогда население росло? Я не закончил. 41-й, 45-й. Ну миллионов 30 просто убито бездарно немцами, но их бездарно кинули в котел этой войны. Население падало. Ну судя по всему, что победили, нормально. Население падало, а не росло. Падало. Так если вот смотреть графики, оно же четко росло. Нет. Оно падало только тогда, когда была Великая Отечественная война. Нет. Если посмотреть графики, как оно должно было расти и как оно росло, это разные вещи. А, то есть должно было просто больше расти? Ну население должно было быть уже, я не знаю, 300-400-500 миллионов населения Советского Союза. А сколько не родилось детей? Теперь по Украине. Украина население составляло на 91-й год 52 миллиона человек. Вследствие безобразной политики украинских властей, безобразной. Ну вследствие имеется в виду переворот и вот... Что такое переворот? Вот то, что было после Кравчука. Давайте так. Распад Советского Союза... Это вы имеете в виду бездарная политика? Распад Советского Союза был назревшей необходимостью. Предположим. Советский Союз уже не мог держаться. Так получается, после Кравчука, когда он, получается, поучаствовал в этом деле. Продолжаю. В следствии безобразной политики украинских властей, абсолютно всех президентов, независимо от моего хорошего отношения к Леониду Макаровичу и Леониду Даниловичу, абсолютно всех президентов, премьер-министров и так далее, украинских властей, на местах в том числе, люди стали массово выезжать за рубеж. За это время уехала за рубеж в поисках заработков 10-11 миллионов украинцев. Это официальные данные. Плюс смертность превышала рождаемость и продолжает превышать рождаемость. Вот и все. Я думаю, что у нас даже 30 миллионов на сегодня нет. Мне так кажется. То есть, когда немцы Великую Отечественную войну угоняли на работу в Германию, это вы просто называете выехавшие люди, получается? Нет. Мне просто интересно... Я говорил о выехавших людях. Потому что сейчас, конкретно, когда наши люди едут за границу, они там не получают гражданство. Они получают, по сути, урезанный формат прав. Их, по сути, там держат за такие, знаете, низкоквалифицированную, а в некоторых случаях высококвалифицированную рабочую силу. Многие получают гражданство. Они в очень неконкурентных условиях с местными. И получается, что тогда немцы не смогли силой оружия количество людей оформить в ту сторону. А сейчас просто благодаря, условно, новой политике в таких же количествах, еще и в больших, люди просто едут на заработки. Потому что вынуждены это делать. Нет рабочих мест здесь. Дима, места есть рабочие здесь. Просто они недостаточно оцениваются, и люди едут на запад, потому что там... Жире создания условий. А. Больше платят. Б. Безопасность лучше. В. Перспективы лучше. Если бы они видели в своей стране больше денег, больше безопасности и больше перспектив, то есть уверенности в завтрашнем дне, они бы никуда не ехали. Если люди уезжают, значит им плохо, значит они себя не могут найти. И это результат неудачного правления руководства Украины. Но это не повод Российской Федерации приходить сюда и забирать территорию. Хотел бы вам показать одно видео. С вашего же получается YouTube-канал. Петро Алексеевич, я вважаю вас одним з найпідготовленіших українських політиків, близкочим оратором, взагалі людиною, яка в ті часи, можливо, єдина могла тягнути цей віз. Це правда. Я не знаю, хто, окрім вас, тоді в перші роки зміг впоратися з цією проблемою. А можна було ще більше хвалить Порошенка? Или все-таки це було необхідно для того, щоб задавати острі питання, вам, як журналісту? Ви знаєте, для мене дуже важна об'єктивність. Об'єктивність. І для того, щоб задати головний питання, потрібно було показати карту. А із чого состоїть карта? Що я сказав? Я сказав, що Порошенка найпідготовленній, я думаю, найпідготовленній із президента в українських. Я так считаю. Смотрите, я Порошенка ненавижу, так же, як і Путін. А для мене це взагалі два сапога пара. Але я ж не можу говорити, що Путін слабо підготовленний лідер своєї країни. Да він блістяще підготовленний. Я за об'єктивність. Порошенка блістяще підготовленний. Об'єктивність, грамотен, все должности прошел, імеє бачу опит, бэкграунд, все. Це перше. Вторе. Коли він прийшов, конечно, у всіх була надежда. Конечно, була надежда. І у вас в тому числі. І у мене, к сожалению, в тому числі. Я іногда буваю ідиотом. І у мене завжди хватає сил це признати. І я вообще считаю, що тільки сильний чоловік може признати, що він где-то був ідиотом. Я признаю це. Я на Віктора Андреевича так надіялся. Мені казалось, що все, тоді починається взагалі. Ну, я ідиотом оказався, к сожалению. Також я надіялся на Петра Алексеевича. Мені казалось, що зараз він послужить Україні. Історічна мисія у чоловіка, такий шанс. А в результаті победила його жадність, його цинизм і його... Така армія мова віра, то, що він общество не сшивав, а наоборот роз'єдиняв і під шумок з Путиним Шуром Муровію, це отвратительно все. Він вообще отвратительна фигура. Це позор. Це темне пятно на історії України. Я це говорив все время на телеканалах і у себе в Ютубі. І мене терзала одна мисль, що я плохо вигляжу із-за цього, тому що я не кажу це йому в гляда. І у мене вдруг предоставився щастливий случай сказати це йому в гляда. Мене гладала постоянно мисль, як можна було, избравшись президентом з такою підтримкою, в такий тяжелий для Родини момент, торговать з Росією і називати війну війно, і особливо мати цю ліпецьку фабрику, конфетки которой продавались по всій Росії, включая оккупированные території. Це інтервію 18-го, вірні, відеофрагмент 18-го року. Це відеофрагмент, я думаю, що 19-го року. Ну, можливо. Ютуб показував два року. 19-го. Це вже було після виборів Зеленського, це почало Савіка Шустера, я думаю, конец 19-го, наверняка. А вот як ви думаєте, якщо ви зразу починали критикувати Порошенка, не питав іллюзией, а просто аналізував то, що він тоді починав робити, кислявати розжигання війни, кислявати агресивні риторики, котре навіть внутри України розділяло українське обіщество. Ви б сели со мною просто в следующую камеру, чи, можливо, ми там прямо в одній бі сиділи? Ви знаєте, я критиковал Порошенка, це можна прослідити по Ютубу, с 1917-го року. Тобто, спустя, він избирався в 2014-м, да, три роки після його избрання. До 1917-го року у мене були якісь ще надежи, вони таяли, 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 в 1917-м році я вже зрозумів, що це крах. Я зрозумів, що це крах в 1917-м році. Многі не поняли це до конца, поскольку у нього секта больша, я його недавно назвав Марія Деви Христос. У нього секта, він чисто гипнотизує публіку, і доволіно багато людей при здравому умі, коли я їм починаю якісь якісь зробити свої аргументи, вони мені не розуміють. Хорошо, следующее видео покажу, це вже немножко з іншої теми. Люди жили себе на своїй території, на своїй землі. І горя не знали, я имею ввіду западну Україну. Пока по пакту, согласно пакту Молотова-Риббентропа, исходя з якого Гитлер і Сталин тупо поделили Європу. Ось в ці успішні городу, такі як Львов, Львов вообще був процветаючим городом, центром торговли, вошли танки Красній армії, а за ними НКВД, яке тут везде мільйони людей убило і сославо. І, наконец, добрались до Западной України, до Буковини, до Закарпатья. А люди-то жили, не тужили? Такой фрагмент. У мене здесь вопрос, я когда его смотрел, у мене таке ощущение, что то ли у вас є какие-то сепаратистські настроения, то ли вы не помните, що ця територія була Польща. Там жили, условно, хорошо поляки, не українці. Там, собственно, если продолжать эту логику, что вот тогда вторглись НКВД, всех поубивали и так далее, мы что-то должны сделать? Просто вернуть назад Польшу это все дело? Как вот это просто коррелируется с ситуацией на Украине сейчас? Особенно тогда, когда уже на Западной Украине просто сотни тысяч людей реально получили польские паспорта, начиная там с карты поляка, заканчивая польским паспортом. И вот такие заявления, например, мне кажется, что вот сейчас в Украине очень опасно, во всяком случае, даже произносить, не говоря уже за то, чтобы произносить их на большую аудиторию. Вот как вы считаете, это сепаратизм, с вашей точки зрения? Вы знаете, у меня есть всегда своя точка зрения, и я чихал всегда на тех, кому она нравится или не нравится. Я высказываю свободно свою точку зрения, будучи внутри глубоко свободным, независимым человеком, никогда не получая денег за свою журналистскую деятельность и никогда не будучи под кем-то. Поэтому в данном случае я опять-таки высказал свою точку зрения. Я говорил о том, что я, не любя Бандеру и Шухевича, не любя, ну я их не люблю, это мое право. Я не призываю не любить их других. Но я считаю, что Бандера и Шухевич, Шухевич вообще в форме вермахта фотографировался. Такие нынешние герои. А Бандера и Шухевич для меня люди, которые пропагандировали ненависть к другим людям. И когда уничтожали евреев, русских и поляков, в этом была и их вина. Поэтому я был единственным депутатом Киевсовета, проголосовавшим против переименования Московского проспекта в проспект Бандеры. Но, будучи справедливым человеком, я всегда ставлю себя на место других людей. Я ставлю себя на место людей, которые жили тогда в Польше, во Львове, как вы правильно сказали. Жили не тужили, это правильно. Львов был культурным городом. Там жило 40% поляков, 30% евреев и 30% украинцев. Это был торговый город на пересечении дорог, путей. Люди занимались частной собственностью, имели рестораны, кафе, бизнес. И вдруг пришли с Востока. Пришла Орда. Что такое Орда? Пришла Красная Армия. Красная Армия. Что такое Красная Армия? Кстати, они пришли как освободители, потому что тогда половина Польши уже была захвачена немцами. Они-то, может, пришли как освободители, но вы себя представьте на месте жителя Львова. У вас свой бизнес, свой домик. Да? Например. Вы живете во Львове, это ваш город. У вас есть денежки свои, домик свой есть. Это все понятно. А, понятно. К вам пришла Красная Армия. Вас вышвырнули из дома, отняли бизнес, сказали, теперь тут будут там под Львовом колхозы. Пришло НКВД. И начали массово выселять людей и вывозить их в Сибирь, расстреливать в тюрьмах. Представьте себя на месте тех людей. Могли они не озлобиться на Красную Армию и на советскую страну. То есть, получается, поляки, которые называют себя сейчас украинцами, конкретно, которые сейчас выступают за Бандеру, конкретно, которые западные Украины, это вот именно они сейчас навязывают всей Украине вот эти вот тренды касательно Бандеры, Шухевича и так далее. Это же вот уму непостижимо. У вас небольшая путаница, я вам постараюсь объяснить. Я уже сказал о том, что Украина разная. И это ее плюс. И знаете, что я для себя понял? Я понял, что если мы хотим сохранить страну, нам надо дать возможность каждой географической территории нашей страны права на своих героев. Условно говоря, если в Тернополе хотят иметь памятники Бандеры, это нормально. Если в Харькове не хотят иметь памятники Бандере, это тоже нормально. И нужно слушать и слышать друг друга. Если не будем слушать и слышать друг друга, ничего не будет. Дмитрий, у каждого есть своя правда. У каждого. Замечательно. Но если вот брать ситуацию в Украине, вот очень показательно, конкретно, знаете, на примере. Вот вы говорите со мной на русском языке. Я говорю на русском языке. Я думаю, я знаю украинский, но русский мой родной язык. Я киевлянин. Аналогично. У нас уже закреплено в законе дискриминация русского языка. Уже дети, которые пойдут в школу, они не будут иметь возможность знать тот язык, который для них родной. Вы ошибаетесь. Уже с первого обслуживания будут штрафовать за русский язык. Вы ошибаетесь. У нас уже есть молный омбудсмен, который должен следить за тем, что нужно всем разговаривать на украинском языке. Это не я придумал. Это уже факты, которые зависит на наше законодательство. Я всегда говорю и вам повторю. Я родился и прожил жизнь в русскоязычном на 90% в Киеве. Ну, таким он был во времена моего детства. Он был русскоязычным городом. При этом я очень хорошо знаю украинскую мову. И еще в детстве имел первые места на районных олимпиадах по украинской литературе. И писал сочинения в стихах по-украински. Прекрасно. Замечательно. Я говорю о том, что у нас должна быть еды на державномове украинска. Да ради бога. И я говорю о том, что не надо ущемлять русский язык и прочие языки. Так его уже ущемляют в законе. Ну, где же ущемляют, если мы с вами говорим по-русски? Если я веду свои программы в ютубе по-русски? Если я дома общаюсь и на улице по-русски? А хочу, общаюсь по-украински? И жалею, что не знаю английский? Даже недавно был конфликт касательно квот на телеканалах, касательно украинского мова и все. И очень маленькая квота на русский язык. И то, что мы сейчас говорим на русском, это лишь потому, что у нас абсолютное большинство программ вынуждены вести на украинском языке. Потому что это законы. Я говорю по-русски, потому что мне так удобнее. Это понятно. Но если брать какую-то серьезную программу многочасовую, тут уже будут проблемы, потому что надо считать по лицензии, чтобы не отобрали. Иначе, если превысить квоты, отберут же лицензию на телеканал. Дмитрий. Если даже на примерах. Я думаю и говорю по-русски. Вот у меня в школе никогда не было русского языка. Вот вы удивитесь, но вот даже вот давно еще, когда я школу заканчивал, вот даже тогда не было. Вам украинский помешал чем-то, скажите? Тогда была возможность... Вам помешал украинский чем? Он не мешает абсолютно ничем. Ну то, что мои дети в школе говорят по украински, это что, плохо? Я сейчас говорю конкретно за дискриминацию. Вот есть факт. И мне пришлось русскоязычному учить русский свой родной язык самоучкой. Это нормально в стране, где большинство говорит на русском языке, говорит и думает. И это объективно, что у нас в Украине дискриминация русского языка. Особенно сейчас, даже когда потенциально человек не может получить образование на русском языке. Как называется наша страна? Украина. А как называется в Швейцарии страна, если там 3-4 языка? И что? Это разве аргумент? Я бы за то, чтобы у нас тоже 4 языка было. Как вы к этой относитесь? Как вы к этой относитесь? Я не вижу дискриминации. Которую закреплена законом. Я не вижу дискриминации. Я говорю по-русски везде, где хочу. Газета «Бульвар Гордона», которая до недавнего времени я руководил, она издавалась по-русски 25 лет. Самая тиражная газета Украины. Я программы веду по-русски. Тогда еще квоты не ввели. Я программы веду по-русски. В Ютубе. На телевидении я выступаю на канале «Украина-24» и на канале «Наш по-русски». Как гость. Как гость. Ведущий, вы бы уже так не повыступали. Я бы выступал по-украински. А что, у меня нет антагонизма к украинскому языку? Причем здесь? У меня тоже антагонизма нет. Я хочу справедливость, я хочу равенства. Если у нас половина населения говорит и думает по-русски, я не понимаю, почему эта дискриминация у нас в Украине закреплена законом. У нас больше половины населения говорит и думает по-русски. Я это тоже знаю. Там это спорный вопрос. У нас есть государство, которое в опасности, оно называется Украина. Я считаю, что единственная мова державная, повына, будто и украинская. То есть, если на русском, то Путин нападет? Нет. А как? Нет. Нет. Для меня русский язык не язык Путина. Тогда в чем логика? Это язык Достоевского и Пушкина, это понятно. Совершенно правильно. Логика моя в том, что страна называется Украина и в ней должна быть едина украинская державная мова. Что делать с Америкой? С Америкой? Переименовать. А почему Америку переименовать? Ну, Англия, чего? Там же на английском говорят. Кстати, и на испанском. Ну и что? Ну, так у нас же Украина страна. У меня есть вообще предложение, которое я многократно озвучиваю. Пока в Украине средняя зарплата не будет тысячи долларов, к вопросам языка, религии и национальных героев не приближаться. Это понятно. Но уже дискриминировали русский язык. Как вы к этому относитесь? Вас дискриминировали? Конечно. В чем? В сфере обслуживания вот уже нужно будет общаться только исключительно на украинском языке. Перестаньте. Везде документы, я не могу подать на русском языке, нужно на украинском. А вас это напрягает? Меня? Да. Меня любое ограничение, нарушающее Конституцию, оно напрягает. А эти законы, они напрягают, потому что они дискриминационные. Дмитрий, смотрите, вы меня спрашиваете, я вам отвечаю. Меня не дискриминировали. Абсолютно. Я говорю, на каком языке я хочу, когда хочу и как хочу. То есть моя хатастрофа пока не тронет конкретно вас. Но меня не дискриминировали. Вы меня спросили, я вам отвечаю. Меня не дискриминировали. Я общаюсь так, как я хочу. И я уважаю украинский язык. И я считаю, что он должен быть единую и державную мову. Ну, что я могу сделать? Это мои убеждения. Хорошо, давайте пока у нас время еще. Это вам говорит русскоязычный человек. Я понимаю, что пока конкретно вас не коснется. Я так понимаю, что вы даже против того, чтобы ваши дети изучали русский язык в школах. Правильно? Ну, это же логично. Не против. Не против? Нет. Не против. И английский, и французский. У меня дочь знает пять языков. Так их там не будет. Ну и что? Пять. Совершенность. Или вы репетитора имеете? У вас же много детей там просто. Пять языков знает девочка в совершенстве. И украинский в том числе. Но в чем проблема? Ну, я понимаю, законы про языки, конкретно как они на школы повлияют. Вы не читали по языкам? Смотрите, мне очень важно, что я такой бовдур и знаю всего два языка. Русский и украинский. Мне очень жаль. Я за границей чувствую себя придурком. Я за то, чтобы люди росли мультикультурными. Вы же не будете отрицать, что по нынешним законам там предусмотрен штраф, если сфера обслуживания или чиновник будет с вами говорить на русском языке? Это есть. Значит, это глупость. А у нас получается какая штука? У нас есть суржик, на нем говорит тоже полукраина. Дмитрий. Вот почему вот с вашей точки зрения, вот тем, кто на суржике говорит, нету штрафа, а тем, кто на русском говорит, есть? Хороший вопрос. Если вы думаете, что у нас совершенные законы, это не так. Если вы думаете, что в наших законах нет глупости, это не так. Если вы думаете, что перегибов мовных в том числе нет, это не так. Так вы выйдете против этих перегибов на акцию протеста со мной, под Верховную Раду, чтобы требовать, чтобы отменили эти перегибы? Да или нет? Нет. Понятно. Объяснить почему? В принципе. Объяснить почему? Попробуйте. Потому что меня они не касаются, я не считаю себя дискриминированным. Моя хата с краю. Смотрите, моя хата не с краю, когда я вижу угрозу. Вот когда я увидел угрозу, когда монобольшинство инициировало закон о медиа, угрозу для медиа и для себя в том числе, когда комиссия, как она называется, могла решать, какой блогер хороший, какой плохой, и могла ограничивать ютуб-каналы на территории страны. Вот тут я поднял хай и начал мощно говорить то, что думаю. А здесь я не вижу проблемы, ну не вижу ее. Я вам искренне говорю. Увижу, начну говорить. Я думаю, очень интересно будет вам проанализировать систему образования в вот этих, знаете, маленьких странах, которые вечно недовольны. Это Эстония, Литва, Латвия. Потому что они тоже везде поисключали русский язык, потому что иначе Путин нападет. И сейчас они не имеют конкурентного преимущества для того, чтобы работать с русскими. Вы Путина любите, скажите. Я? Да. Нет. Вы любите? Причем тут Путин вообще ко мне? Мне показалось, что вы любите Путина. Я просто, знаете, я за справедливость и все же познается в сравнении. Поэтому я вот хочу понять. И когда вот мы в диалоге показываем нашим зрителям то, что вот происходит, вашу позицию, мою позицию, вы приводите свои аргументы, я свои. И это прекрасно на самом деле. Согласен. Абсолютно. Если вот подытожить, там вот все-таки у нас не так много времени в эфире, вы уже созрели, чтобы критиковать жестко Зеленского за то, что он землю продал, за то, что он устроил беспредел на улицах активистов партии Шария и сбивают абсолютно безнаказанно, никакой реакции нет. Что он такие вот законы позволяет себе делать? Или все-таки жестко вы критиковать будете его на третий-четвертый год? Я начал критиковать Владимира Александровича спустя год после его избрания. Спустя год. Я дал ему год, как президенту, за которого я голосовал во втором туре. В первом я поддерживал Игоря Петровича Смешко. У него есть целый ряд проблем, к сожалению. И я о них говорю во всеуслышании. И кадровая проблема, и так далее. Вопросов много. К нему вопросов много, не мало. Что касается земли, вы затронули землю, я за продажу земли. Сразу вам говорю. Я считаю, что все надо продать, кроме стратегических каких-то заводов типа Южмаша, может быть. Вы солидарны с позицией по Украине, с Францией, с Америкой, с той же Россией. Это все понятно. Земля – это товар. Для вас, да. Для меня абсолютно. Для меня это родина. Да, родина не торгует. Лозунги, жупелые. Земля – это товар. Надо просто выписать в законе правильно все, что ее нельзя вывозить, как немцы вывозили ее в 40-х годах, во время войны. Что нельзя давать, значит, иностранцам покупать землю и так далее. Там есть запобежники такие, да. Их надо выписывать. Но продавать – да, абсолютно. А Польша продает землю? Продает. А в чем проблема? О чем мы не можем продавать? Теперь, второе вы сказали по поводу того, что избивают сторонников шария? Да. Значит, это безобразие. Сразу вам говорю, когда избивают людей за политические взгляды, это безобразие. Я против любого террора. Я против разгула неконтролируемых формирований. Вы от них просто недавно чуть-чуть пострадали, вернее, ваш офис. Пострадали те, кто туда пришли, хочу вам сказать. Мы не такие простые ребята, чтобы мы от кого-то страдали. Что касается того, что вы сказали. Я против разгула полувоенных формирований. Я вообще за сильное государство. И когда происходит то, что происходит, это говорит о слабости государства. И я возмущен этим. То есть Зеленский уже такой же, как Порошенко, негодяй, риндийский и так далее? Нет, нет, нет. Или все-таки еще нет? Нет. По моральным качествам, да он нормальный человек. Зеленский прекрасный человек. Сам по себе. Но у него есть моменты, касающиеся подбора кадров, например. Я уже сказал где-то в одной из программ, что у меня складывается впечатление, что он боится сильных людей рядом с собой. Поэтому его окружают много слабых людей, никчемных людей, неготовых людей к государственной деятельности и так далее. Но то, что он чище Порошенко в сотни раз, до Порошенко законченный негодяй. Зеленский ангел по сравнению с Порошенко. Но я думаю, через годик-два вы поменяете свою позицию. Мне так кажется. Не зарекаюсь. Я никогда не зарекаюсь. Во мне говорит опыт, переходящий в жизненную мудрость. Хотя иногда я допускаю глупости. В чем признаюсь? Потому что, повторяю только, сильный человек способен признаться в своей глупости. Спасибо вам, что пришли к нам на эфир. Спасибо вам. Сегодня в программе был с нами Дмитрий Гордон. Это была программа «Без протокола». С вами был я, ее ведущий, Дмитрий Василец. До скорого. Дмитрий Гордон.